Дети притонов 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 долго и планомерно сживали созвету. При этом о пьяных забавах Настиной мамы и ее собутыльников знала вся округа. Действительно, за печкой на грязных тряпках, вся в крови, вся в грязи разбито лицо было очень сильно. И они просто сидели и смеялись, что у них в доме есть мутант. А когда спросили, да, кто такой, как это мутант, они ответили, что мутант это ее младшая дочь, которую она так убивала. На похороны дочери, умершей как бы от простуды, мамаша так и не явилась. В суд не ходила тоже. Ее наказали заочно, штрафом в 5000 рублей и исправительными работами сроком на полгода. И от того и от другого наказания освобождена по причине новой беременности. Где проблемы? Вообще-то нет у нас проблем в семье. Она не работала, не работает и не собирается. А зачем, когда есть федеральное пособие по родам 8680 рублей, облатное пособие по родам 1000 рублей, пособие по уходу за ребенком 3255 рублей, плюс так называемые детские деньги, плюс доплата на детское питание, плюс пособие по безработице. Заметим, из всех этих выплат лишь материнский капитал не выдается наличными и, соответственно, не поддается конвертации в чистый спирт. Пошло массовое рождение детей только с целью получения денежных средств. Теперь надо ждать, через несколько лет будем лишать родительских прав. Я в ребенке души не чаяла. Я как будто специально это делала, что ли. Галина Максимова. Ее уже лишили прав на одного ребенка, потом на второго. Живущая на пособие мамаша тут же родила третьего. Бутылочку дала ей со смесью и спать ее укачала, покормила. Потом, думаю, что-то долго она не просынается. Поднимаю ее, у нее сорта пена. Новорожденная девочка умерла от алкогольной интоксикации. Экспертиза показала, пьяная мать разводила молочную смесь не водой, а водкой. В итоге Галину не только не посадили, даже не оштрафовали. Несчастный случай с кем не бывает. Я думаю, что в отношении таких женщин нужно их стерилизовать. И пересматривать то законодательство, которое сегодня у нас есть в России. Мы не можем принять такой закон, потому что это противоречит международным нормам, правам. Анжелика, она же Изабелла, она же Снежанна, она же Инга Абраменко. В полном соответствии с международными нормами и правами, с 16 лет гастролировала в столице. На пике карьеры будто бы даже засветилась в интернете. Секс с беременной. 2000 рублей за час. Появлявшихся в процессе работы детей, Инга сплавляла своей матери. В город Стародуб, Брянской области. Бабушка с сожителем, которого представила как дедушку, завтракают, не закусывая. Голодные дети ползают вокруг, набираются жизненного опыта и ждут, когда освобождены. Там, туда, туда. Приехавшая на каникулы Инга тем временем принимала клиентов в избе. Это уже третий за утро. Отдыхает, умаялся. Прибытие комиссии по делам несовершеннолетних поломало борделю весь график. Воспитательные беседы, строгие предписания, последние предупреждения не подействовали. Официальным органам потребовалось целых пять лет, чтобы решить. В этом притоне детям делать нечего. Вон бардаки хрятят. Соседи подтверждают, соседи подтверждают, что вы к детям относитесь очень гадко. Так, только и сюда, Лен. Призванные в свидетели соседи бросились в рассыпную. Гражданское общество, однако. Мне оно надо. Я на чужих буду это самое жадо писать. Не фотографируйте. Так, ну, что они нам, что у меня дети? У них мать и батьки, у них они, я дядя. Детей временно поместят в приемник распределитель, отмоют от грязи, избавят от вшей, а потом, не равен час, вернут проститутке матери. Она вместе с бабушкой обещала исправиться. Восьмой раз за год. Как бы то ни было, а ежегодно в стране лишают родительских прав 35 тысяч семей. Абсолютное большинство лишенных, сами дети хронически пьющих, неоднократно судимых родителей. Осмелюсь повторить совершенно неприличную по современным меркам мысль. Если яблочко от яблоньки недалеко падает, то как бы сделать так, чтобы эти яблоньки перестали плодоносить? Мнение телеканала может не совпадать с мнением отдельных его сотрудников. Это еще не все. Нам еще есть о чем рассказать. Смотрите после рекламы. Весенний призыв и армейский откос. Отсрочки все накрылись медным тазом. Почем сервис для уклониста? Это может быть примерно 10 тысяч рублей. А где живут энтузиасты армейской службы? Где Фатерланд, а где родина-мать? Они уехали на землю предков, но так и не стали своими. Мы позорзевали русскими свиньями. Наши немцы. Назад в Россию? Почта Ревизора. Письмо из Дагестана. Разберитесь с нашим военкоматом. Моего сына Магомеда не берут в армию. А он здоров и чемпион района по самбо. Обещают поставить на очередь. Может осенью или через год призовут. А еще говорят, родину некому защищать. Об особенностях нынешнего армейского призыва Андрей Цыганов. Строевая стойка себя включает. Положение ног. Пятки вместе, носки в рост. Расстояние между носками на ширину ладони. Они еще ничего не умеют, но им уже нет равных в российских войсках. Призывники из Дагестана, единственные в стране. Бегут не от армии, а в армию. Одевай. Красавчик. Они бегут от безработицы и скуки. Призывник Тельман на родине в горном селе пас овец. Для него военный билет это билет в жизнь. А что делать? По контракту. На контракте остается каждый третий дагестанский призывник. Попасть в армию здесь пытаются любыми способами. На комиссии от врачей скрывают язву желудка, сотрясение мозга. Один из призывников скрыл, что у него после драки в голове застрял железный штырь в несколько сантиметров длиной. Его случайно нашли. На ощупь. Чаще всего закосить от гражданки пытаются у окулиста. Они подглядывают или как-то так боком подсматривают другим здоровым глазом. И уже когда мы выявляем эту патологию, тут такие споры начинаются, что доктор, вы ломаете нам судьбу, вот, все такое. И уж не знаешь, как с ними поступать. Некоторые призывники, часть долга родине, готовы отдать даже деньгами. За зачисление войска они предлагают до 30 тысяч рублей. Мечта любого военкома, возможность выбирать призывников, а не ловить их по подворотням, в Дагестане стало головной болью. На 1800 мест 6000 желающих. В местные вузы конкурс меньше. Мы отказываем, а что остается? Вот так, осенью призываем. В головы ходили, что вы не ответили? Приходит проситься в армию, а вы домой отправляете? А я домой отправляю, потому что вы скажете, что поделать, что? Наряд, моя задача выполнить наряд. Наряд выполнен, значит, 100%. Еще в прошлом году наряд был в разы больше. В этом, когда по всей стране недобор призывников, его почему-то сократили. В результате одни не хотят, но приходится, другие хотят, но нет мест. На традиционном концерте перед отправкой в войска дагестанские призывники плясали от радости. Выпускник новосибирского балетного училища «Семен» танцевать в кирзачах перед коллегами по призыву никогда не собирался. После учебы его ждут в местном театре. Очень нравится балет «Байдерка», исполнение «Солора». Нравится роль башка «Золотого». Нравится балет «Корсар». Роль рядового в армии ему не по душе, но военкома это мало беспокоит. Отсрочки у артистов балета с этого года нет. Это в полной мере катастрофа для «Золотого фонда театрального дела России». Мужчины в балетных труппах всегда в дефиците. Там на 10 девчонок по статистике трое ребят. Звезды на их плечах – это крест на репертуаре театра. В принципе, это я по физическим данным годен в армии. Но сам, как бы, я думаю, этого не надо. Потому что в годы, допустим, службы я бы потерял свою форму. Переживал Семен зря. На следующий день после блестящих сданных госэкзаменов он по повестке пришел в военкомат. Там успокоили. Даже плохому танцору ничто не мешает стать хорошим солдатом. Физическая подготовка в армии является приоритетом. Поэтому военнослужащий, который, даже танцор, который будет заниматься в армии спортом, я думаю, он ничего от этого не потеряет. Тем более служить осталось 24 месяца всего. 12 месяцев. Один год. Новый закон неожиданностью стал для многих. Ахмед мог бы рассчитывать на отсрочку, как молодой папаша. Теперь рассчитывать не на что. Скучать, конечно, буду. Как нижнее, можно это. Что делать? Придется Родину зашить. Защищать Родину с нынешней весны могут отправиться и единственные кормильцы в семье, и даже действующие студенты. Федотов Алексей Сергеевич и Ходько Дмитрий Александрович. И всех забирают? Да, всех забирают. Ходько старство. Шесть человек из двух. Окончив техникум и в родных краях, Илья и еще пять парней поступили в московский вуз. Дома снялись с учета в военкоматах осенью 2007-го, чтобы встать на учет в Москве и получить полагающуюся отсрочку. Но по странному совпадению, документы всех шестерых до столицы дошли только в феврале 2008-го, когда отсрочки на второе образование уже отменили. В пути бумаги были четыре месяца. Занимают себя людьми все, как один. Примовато почта, примовато не мы. Служить они хотели в любом случае, но не думали, что Родине их услуги потребуются так рано. Вуз пошел навстречу и до конца службы предоставил всем академический отпуск. Путевки на время отпуска в военкомате уже выдали. Я вам сказала одно, ребята. Все отсрочки, все накрылись медным тазом. Я даже не хочу про них говорить. Даже не хочу про них говорить. У них просто нету. В отсутствие отсрочек на очередном собрании комитета солдатских матерей говорят о наболевшем. В прямом смысле. У меня смещение позвонка. Да и кто б сомневался. По зрению там. Да и кто б сомневался. Солдатские матери не сомневаются. Здоровых, то есть годных к службе призывников не существует. Любому можно выписать отсрочку по здоровью, если хорошо покопаться. Если самим копать лень или некогда, найдутся помощники не по материнской линии. Вот что за образец. Он представился Семеном Ефимовичем. Сказал, что возглавляет в Питере образовательный центр. Учит в центре одной науки. Откосов от армии. Короче говоря, писать диссертацию. Вы сами пишете, либо мы ее пишем. И сколько все это будет стоить? Что это будет стоить? Это может стоить примерно 10 тысяч в евро. 10 тысяч в евро? В евро. Кандидатов наук в армию, как и прежде, не берут. Конторы, устраивающие за деньги в аспирантуру, после отмены основных отсрочек растут, как грибы после дождя. Растут и цены. Семен Ефимович, кроме написания диссертации, предлагает и другие услуги. Можем делать отсрочку. Можем создать клинику с этим, с призывником. Можем помочь поступить. Сделать отсрочку на полгода тысячи евро. Создать клинику, то есть придумать редкую, но очень вредную болезнь, 12 тысяч евро. Поступление в военную академию столько же. От клиентов нет отбоя. Радостные танцы дагестанских призывников из зала переместились на плац. Сегодня их отправляют куда подальше, на Дальний Восток. Художник Брюлов, писатель Фанвизин, царица Екатерина II, экс-министр Греф, наконец. Русские немцы. В Российской империи их было 2,5 миллиона. Сегодня осталось всего 600 тысяч. Уехали. Фатерланд встретил их, как русских. Репортаж Елены Май. В обычном немецком городке благопристойных бюргеров переполох. Русские гуляют. Ярмарка. Коробейники с петушками на палочке. Беляши, пирожки полтора евро за штуку. И, конечно, водка. Танцуют все. Если здесь тоска, то здесь я сыт и пьян. Домой во французу, третий автобан. Смешались в кучу и без пяти минут миллионеры, и по местным меркам почти нищие. В прошлой жизни, в смысле на родине, он был скотником. Найти работу по душе в чужедальней сторонке не смог. А ночами снятся буренки, навоз, доземлица. Ностальгия. Даже прожив здесь лет 20, они не меняют привычек. К столу плов, на столе самовар, в телевизоре надрывается Коля Басков. Мы только ситрамон берем. Что берете? Ситрамон. А здесь ситрамон не продают, что ли? Дороже. Сестры Гаррис прибедняются. У каждой пенсии в полторы тысячи евро. Бабульки переехали 18 лет назад. Тем, кто перебрался позже, сложнее. Лично для себя я не вижу будущего здесь. Потому что здесь жизнь становится намного хуже, чем когда-то была. Когда марки перевели в евро, зарплаты в половину стали меньше, а цены остались прежними. Это русский магазин в Берлине. Отец и сыновья Гребенюк здесь часто отовариваются. Тут и икра теперь для них уже заморская, то есть кабачковая. И хрен, и соленье. Качество водки определяют по-советски. Чё что? Такой звенкий, да, звук? Звенит, значит, хорошее. А продукты в русском магазине сделаны в Польше. Всё равно приятно. Они уезжали из Казахстана после развала Союза. Жена у Николая русская немка. В Казахстане по полгода не получали зарплату. Вот это дерево, тут, понимаете, скольц, трепы, да, всё делали мы. Сейчас Николай благоустраивает Берлин. Это смотровая площадка. Вдали Марцан, русский район города. Типовая советская застройка. Здесь как в командировке. Живёшь, а душой-то... Вот сейчас будет зенит играть, надо же домой и смотреть, болеть. Николай перебивается на сезонных работах. Семья получает пособие 800 евро. 500 уходят на оплату квартиры. Жить можно, но мучительно трудно. Хоть сегодня готовы уехать в Россию. Весь вопрос стоит такой, что приезжайте туда и на месте получите гражданство. Там на месте. И ждать очень долго. Здесь есть посольство российское. Почему там это всё не делать? У меня чему-то на настроение. Кроме шуток. Я в любой момент, я как бы приготовился, вот, не знаю, к чему, вот, так собраться и... Но хотелось бы гарантии. В России никто денег просто так, чтобы выжить, давать не будет. Предлагают работу. При море, например, в Свинарнике, где даже местные не задерживаются. Текучка очень страшная. Люди приходят, поработают, что-то не нравится. Или нам они не нравятся. И идут следующие. В городке Борисоглебский, что под Воронежем, переселенцы ещё первой волны, живут в железных бочках. Почти три сотни семей. А ведь родина мать как звала. Не дома. И не в гостях, и не дома. Чувствую себя в эвакуации. В Тверской области на зарплату в 10 тысяч зовут. Жильё, говорят, стройте сами. На помощь отчизны не рассчитывайте. Около трёх тысяч стоил брус. А сейчас он в данный момент уже в шести тысяч дошёл. Два раза подорожал. Никак невозможно построить. Новосибирск. В руках русского немца Риммера генплан. Предприниматель хочет построить целый коттеджный посёлок для переселенцев. 250 гектаров купил ещё в 91-м. Два года он убеждает районное начальство включить проект Алексеевка в план социально-экономического развития. Ну, у нас деньги вложены по направлению в дорожное строительство, в газификацию. Сегодня, как бы, это финансово не открыто. И более того, она и не планируется, как бы, открываться. А в Германии, между тем, уже составляют списки желающих переехать в Алексеевку под Новосибирском. У меня в списках числится больше ста семей. Я думаю, что это первые капли. Людмила претендент номер один. В Германию позвал муж. Вскоре развелась. Свой маленький бизнес лопнул. У дочки не сложилось в школе со сверстниками. Ей постоянно напоминают о том, что мы всё-таки русские, да? И напоминают, причём, очень некрасиво в форме. Мне что, говорите, так камеру? Ну, конечно. Ну, то с обзеванием русскими свиньями. Людмила пошла к директору. Где было мне сказано в лицо. Ведь мой папа был убит на войне. Я сказала, мой дедушка тоже. Что же нам теперь автоматы брать? Вы знаете, мне была открыта дверь, вежливо, и сказано, что разговор окончен. Этот дом уже продан за 250 тысяч евро. Семья доживает в нём последнюю неделю. Готовится к отъезду. Но не в Россию. В Парагвай. За 18 лет он был здесь и садовником, и автослесарем, и даже бизнесменом. Строил дома. Всё бы ничего. До налоги задушили. С этими налогами очень много братвы, которые хотят эти деньги иметь. В Германии братвы? Официальные, государственные службы. Хотят с первого 30 процентов, а с оставших денег они хотят ещё 42 процента. В Парагвай из Германии уезжают тысячи русских немцев. Им предлагают дешёвые пахотные земли и счастливую жизнь в сельхозартеле. Снимают об этом рекламные ролики. Россия на подобную рекламу не тратится. А ведь пахать можно и Черноземье. Земля здесь не дороже, чем Парагвай. Сетуете на судьбу или за державу обидно? Пишите нам и звоните. Разберёмся. Это была программа «Ревизор». До встречи в следующий четверг в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова